Столичная Держа-Аутоинспекция провела эксперимент. Поспробовали высветлить, где подчас выезда машинам худкой меддопомоги и пожарным потребуется больше часа. Проспекты, улицы и спальные районы. Те сдали минские водители тест на добрые манеры за рулем, расскажет Ян Пашкевич. Буйные оскоржевания, червоный колор светлофоров и пробки. Такий рейтинг самых небоспешных мест на маршруте сказал водитель худкой меддопомоги Анатолий Махнач. Как доехать до места здоровья, у него меньше за 20 минут, а тому не редко доводится опынуться и на сустречной полосе. Алена, вот не это самые великие рызаки профессии. Частей здоровья пациента залежут от ситуации в дворах. По дворам крутиться сложнее, конечно. Там машин так бывает наставят, что мы ГАИ вызываем. Я во двор заехал, обратно выехать не могу. Вызываем ГАИ, порядок такой. Столичные ж водители экзамен вытормали належно. Загадину тест-драйву на улице Прытыцкого, ауто с синими маячками проехало без заминок. Мородить не пришлось и на светлофорах. От гулу сирены поток машин одразу расступался. В машинах оперативного назначения сейчас устанавливаются видеорегистраторы. Эти правонарушения фиксируются ими и в последующем предоставляются к нам в ГАИ. Водителям грозит штраф от двух до десяти базовых, а также может быть предусмотрено лишение права управления сроком до года. Машины Шаратовальникова поспробовали маневровать по столичных дворах у Каменной Горцы. Ну вот мы заехали одразу в самый первый двор и мы бачим, что великая техника ротовальника тут просто не может проехать, потому что большинство машин Шахаров этого дома припаркована не по правилах. При этом ротовальники зауважают, что тут ситуация не тупиковая. Хоть и повольно, но и передолеть лабиринт машины могут. Часым же неправильно припаркованные автомобили створаются на маршрусе непередольную баррикаду. В 99% случаев это, конечно же, бойцы попросту выбегают из машины и уже берут все необходимое оборудование и бегут к месту вызова. Это все драгоценные секунды. Только на передании эксперименту подчас одного из выкликов техника ротовальников засела на дворовой парковце. На счастье никто не потерпел. Горел автомобиль во дворе, рядом тоже загорелся от этого горячего автомобиля еще один. К сожалению, наши спасатели не смогли подобраться как можно быстрее к этим автомобилям горячим. И как последствия автомобиль получил больше повреждений, чем могло было быть. Специалисты означают, что выники эксперименту только подтвердили. Зараз правила дорожного этакета выполняют и маль 100% водителям. А вот отказность за житие соседей на дворовых территориях ауто-ладальники отчувают не зауседы. Даже если прожистить дворы от машин, все лета у столицы побудуют 11 паркингов и гараж-стоянок. И додатково з'явится свыше 5000 парковочных местов. Ян Пашкевич и Александр Горбачев. Агентство Теленовин.